Привет, ребята, мы продолжаем играть в Хроники Нарнии. Нам осталось буквально три миссии. Вот мы сейчас на третий, штурм с замками Развера. Это уже четвертая миссия, мы ждем всей игры. Потом холм Аслана или Аслана. Ну, его Аслан называют в фильме, насколько я помню. Но мне нравится Аслан, кстати, тоже звучит круто. Поле боя и Беруна, это последняя миссия. Но нам нужно сейчас штурм с замками Развера. Что ж, давайте перейдем к ней. Потому что мы ее... Ну, вы видели там первые пару кадров из него в прошлой серии, А теперь это будет не первые пару кадров. По возможному, мы ее даже пройдем. Не знаю, посмотрим. Привет, народ. И мы с вами снова играем в Хроники Нарнии. Принц Каспин. Я знаю, уже начался съемку видео. Но я хотел поздороваться с вами снова. Потому что мне очень нравится с вами здороваться. Я знаю, я не выпускаю ролики по Хронике Нарнии каждый день. Просто потому, что я хочу... Я хочу поиграть во что-то другое. Я играю в Хроники Нарнии, наверное, в день примерно. Или за пару дней я играю по... Ну, где-то по часу. По часу, там, раз в пару дней. Больше как-то не хочется. Потому что я в последнее время не по-другому стал играть как-то в игре. Мне тяжело высидеть за игрой. Стало дольше там полутора часа. Почему, не знаю. Совершенно вот без понятия. Но как мне тяжело стало высидеть за играми больше полутора часа. Хочется после полутора часа просто какую-то другую игру включить. Хотя, это именно касается, я бы сказал, старых игр. С новыми играми такой проблемы у меня нет. Я за ними могу сидеть. Как ты видишь? На ком я сидел по... Два... По, не знаю, 16 часов подряд. И... Просто отлично было. Просто я был доволен душей. Эй-эй! Не надо ищи сзать! Ну, не знаю. Вот так вот. Что есть, то есть, в принципе. До сих пор 6 ключей. Знаете, к этому моменту игры я думал, что... Сундучки... Открытие сундуков начало стоить по 20 ключей. Но нет. В принципе, ничего особо не поменялось. Давайте попытаемся найти проход вперед. Нам, конечно же, в этом деле мешают стражники с замком, которые... На этот раз они одеты лучше, чем морские пираты. Мне кажется, может быть... Нет, ну я определенно не могу как-то подстрелить эти... Эти... Эти механизмы. Давайте поднимемся здесь по веревке и посмотрим. Видите, тут знак вопроса. Значит, следовательно... Я выбрал мне того персонажа, скорее всего. Может быть, выбрать мистера Мыш? Ну, он быстро бегает. Мне он нравится. И он сдаёт прикольные звуки. Я всегда любил мышек. Честно скажу. Я всегда любил мышек. Опять не тот персонаж. Саш, кого же персонажа я должен... А, вот. Я так и знал, что нужно выбрать крюк, но... И что-то крюк у нас никуда не попал. Давай, закидывай свое лассо! И... Нет. Ещё раз. Вот. И что-то опять же пустоту. Что я делаю неправильно, а? Во. Нет. Это лассо улетает просто куда-то в небытие, по-моему. Я не знаю, явно не там стою. В этой игре есть такой, кстати, я заметил, божок, что иногда ты как-то пытаешься забросить эту верёвку куда-то, но у тебя всё равно ничего не получается. Попробуем это сделать здесь. Хотя я не уверен, что это именно то, что нам нужно сделать. Может, здесь как-то таки нужно лучиком подстрелить? Да, именно. Оп! Оп, оп! Sounds of police! Оп! Оп! Открылась дверь! Ты знаешь, что делать? Когда вот эти двое, Сьюзан и Каспиан, идут вместе, у них, мне кажется, отличный дуэт. Они всегда очень легко справляются со всеми задачами. То, что у них есть луки, наверное. Леголас ведь тоже густеринка лет, всегда легко справляются со всеми задачами. Ну, относительно легко. Нет, я не хотел, чтобы ты выкинул детали. Я хотел, чтобы ты установил её на... Ты понял, куда, да? Можем просто разнести всё это, потому что я утомился. И да, сегодня я... Вернее, может, не столько сегодня, сколько... Какое-то время назад я, кстати, помогал снимать ролик, и это было интересно. Знаете, приятно работать с организованной командой, потому что... Работать, знаете, с клоунами, это, конечно, весело на первых этапах, но в итоге тебе это всё надоедает. Ты просто хочешь работать с организованной командой. И огромное ранец, знаете, это небо и земля работать с людьми, которые... Ну, так сказать, любители и профессионалы. Сразу совершенно другое. Специально сразу там понятно, что они хотят, что делать, а с любителями... Всё выглядит как будто процесс вообще случайный, понимаете? Процесс это съёмки клипов с любителями, это просто что-то случайное. Такое ощущение, что эти все люди, которые снимают, просто случайно пришли и что-то случайное снимают. И вот поснимав недавно, буквально, там, сколько, пару дней назад, поснимав клип с более-менее, так сказать, опытными людьми, было очень приятно. Действительно, я ощутил, знаете, вот такую вот разницу. Честно говоря, я всегда хотел очень такого профессионального напарника. Вообще, не просто для игр, а для всего. Хотя у меня есть такой напарник, это моя самая любимая жена на свете. Чёрт, мы издаём какие-то странные звуки. Давай, Каспин, ты можешь! Я знаю, что очень-очень туго идёт. И да, ребят, это не у вас что-то глючит вот из-за этих шумов, это именно игра. Я вообще удивлён, как мы говорим, мы можем перебить целую армию, но парочку солдат, и нас перебить, это огромная проблема. А перекат вот этот наполнил мне перекат в лотборне, где там тоже такой есть перекат, где ты перекатываешься и просто всё разрушается. Все бочки. Хотя это было то, что здесь я сделал, это был удар мечом, но очень похоже на перекат. Конечно же, нам мешают. Мне интересно, а это вообще возможно опустить, учитывая количество солдат, которые у нас? Я думаю, я должен сделать что-то ещё. Ладно, давайте попробуем сейчас перебить солдат. И сделать это быстро, пока они перебежали новое. Да! Всё получилось. Это я не совсем понимаю, ребят, чего я добился сейчас, но... Да, вот. Теперь показывают кассы. Как-то поздновато. Тут всё готово. Теперь нам нужно наконец-то тянуться до верхней двери. Иначе, как я понимаю, проход не откроется, и я дальше буду очень грустный сидеть и плакать. Чего на самом деле, конечно, не будет, но... Кстати, я был удивлён очень кофе, качеству кофе в одной маленькой забегаловке. Возьмём маленького чувачка, мне кажется, он справится лучше. Просто я вот, когда ходил на эти съёмки, я пил кофе в маленькой забегаловке, не в Старбаксе, там, не в каком-то известном заведении, опять то же самое. А именно в маленькой забегаловке мне очень понравилось, качество кофе очень вкусный был. Просто я, в принципе, каждое утро пью кофе, вне зависимости от ситуации. Но вот в тот раз я захотел дополнительного заряда. Нет, так ничего вообще не выходит. Что-то крюк куда-то взлетает, но ничего особо не меняется. Огненную штуку как-то можно уничтожить. Неинтересно, что я делаю неправильно, потому что вроде я стою на нужном месте, всё такое. Наверняка тут есть именно одна точка, и нужно стоять именно миллиметр в миллиметр на этой точке, чтобы действительно что-то получилось. Попробуем по-другому, давайте попробуем встать здесь. Я знаю, как это странно выглядит, но... Да, это выглядит очень странно. Пошли, если я встану сбоку, мне просто интересно. Нет. А на расстоянии, на большом? О, вроде... Да! Да, получил, фу, слава богу. Я думал, сорвалась, потому что когда она срывается, сейчас бывает баг, что приходится всё перепроходить. Но нет, 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 на это всё обошлось. Идём. Предоставьте мост нам, ваше высочество. Видите, в моей жизни всё было тоже так просто, ребят. Перетёрнул рычаг, и всё как бы образовалось. Используем ярость гнома, ярость гимли, ребята. Используем силу гимли. Она есть в каждом гноме. Для меня гимли это вообще эталон гномьего величия. Кстати, я хочу вас расстроить. Те, кто ждал от меня прохождения Властелин колец, битву за Средиземье 2, я очень хотел начать его снимать буквально на днях. Но произошло непредвиденное. Я пытался заставить игру запускаться и работать, но ничего, кроме загрузочного экрана, который идёт 5 минут, а потом происходит буквально ничего. И я ничего не смог сделать. Я перекачал кучу разных версий, всё такое. И там сказано, да, что такое бывает, что 5 минут висит загрузочный экран, а потом всё запускается. И я ждал и 5, и 15 минут, ушёл вообще гулять на час, вернулся, загрузочный экран всё ещё висел, игра не запускалась. Так что да, видимо, битву за Средиземье 2 я пройти не смогу. Насчёт чего я очень сильно расстроен. Я не знаю, может быть попробовать... Попробовать использовать какой-нибудь эмулятор и там Windows XP и всё такое. Может быть тогда что-то пойдёт, потому что я не уверен, честно говоря. Я даже расстроился из-за этого немного. Я буду ещё пытаться, ребята, обязательно. Я буду пытаться. Я просто все выходные, по-моему, там часа 2, бился над игрой. Пытался её заставить работать всеми возможными способами. Искал решение в интернете, но как-то ни к чему не пришёл в итоге. Даже если кто знает, как заставить битву Средиземье 2 работать, пожалуйста, пишите. Я не знаю, я попробую купить игру на диске. Может быть от этого что-то изменится. Всё ради канаври, всё ради зрителей. Я попробую купить игру на диске. Я не думаю, что это очень дорого. Знаете, как я это сделал? Потому что, естественно, я нахожусь, как вы знаете, в Англии. Я сейчас не понял вообще, что сейчас происходило. А, понятно, это quick time event. Дальше атака. Потом enter. И всё, открылось. Спасибо, грызун, ты меня выручил. Так что да, я пойду на ebay и куплю у кого-нибудь вот эту дисковую версию, чтобы, может быть, она запустится. Отсюда даже я не достану. Да я сам хочу поиграть в Битвелл. Вот, в Слин колец хочу поиграть в Тени Ангмара. В Тени Ангмара очень прикольная игра. Я в неё играл в детстве, даже играл дважды. Она даже немножко сложнее, чем Битвелл среди 7 и 2. Битвелл среди 7 и 2, кстати, по-своему, по-своему проста и при этом отличается от первой Битвелл среди 7. Потому что первый Битвелл среди 7 на самом деле там юнитов поменьше и методов развития лагеря тоже меньше. А вот Битвелл среди 7 и 2 очень много чего добавили. Даже простойку зданий сделали более нелинейный. То есть первым Битвелл среди 7 постойку зданий очень-очень линейно, то во втором там всё не так. Там нет такого базового лагеря, как это было в первой части. Там можно строить практически произвольно зданий. Да, там есть у тебя какая-то базовая территория, но ты можешь строить в её пределах, тебе не обязательно строить здание именно в форме кружка или треугольника, или как угодно. Ты можешь строить здание именно так, как ты захочешь. А в определённой мере это делает игру более интересной и разнообразной. Так что да, ребят, я сейчас буду заниматься чтением в интернете и решением этой проблемы. Так что, ну, если кто может помочь, помогайте. Мне кажется, теперь всё получится. Давай, мышка, ты сможешь! Кстати, чем меньше, по-моему, чем меньше наш боец, за которым мы дерёмся, тем он более эффективен в бою. Вам так не кажется? Опять я нажал, мне не совсем на то, что нужно было. Так, и вот так. Контрольная точка, на меня нападают солдаты, и один солдат очень ленивый. Он у меня с шестом. Представляете, что это игра престолов, и я сражаюсь. Это Сирион Ланнистер с ещё кем-то дерётся вместе против ещё кого-то. Это мои такие знания в игре престолов. Извините. Да, я не смотрю самый популярный сериал современности практически. Я не знаю, я пытался раньше посмотреть, у меня что-то не пошло. Я хочу посмотреть заново. Начать пытаться смотреть. Я когда первый сезон смотрел, когда ещё сериал был абсолютно новый. Я должен честно сказать, я вообще не понял. Когда смотрел его ещё годы сколько назад, не помню, когда выходил ещё... Когда первый сезон только-только выходил, вышла первая серия, я подумал, что это за сериал? О чём он? Потому что там были сцены просто прелюбодейства брата-сестрой. Я подумал, что это? Что это такое? Что это? В принципе, ребятам, не нужно было этого знать, наверное. Вы не слышали того, что я вам рассказывал? Что-то чашки всё опускаются и опускаются. Или наоборот, они поднимаются и поднимаются. Кто-нибудь, поднимите мышь обратно. Мы же заслужили того, что подняться на пьедестале. Кто-нибудь, пожалуйста. Эти враги бесконечные. Вы думаете, что бесконечный спаун врагов не делает игру лучше? Давай, гномик, помоги. Не пришло ещё десять тысяч врагов. Я буду продолжать пытаться. Так, ещё два рычага встали. Надо запоминать, в каком порядке они поднимаются и опускаются. Так, это один. Поднимаются ещё два. Мне кажется, мы вернулись на квадрат номер ноль. Да, мне кажется, чем больше рычагов я нажимаю, на самом деле, ребят, тем хуже получается. А, нет. Пожалуйста, пусть это будет тот рычаг, который никакой другой рычаг не поднимает. И, и, не. Ну как же так? Пожалуйста, пусть это будет тот самый рычаг, который опустит другой. Нет, это не тот самый рычаг. Так, надо запомнить, этот рычаг поднимает эти два. А, нет, другой хотел дёрнуть, ну ладно, уже этот дёрнул, чисто случайно. Оп. Значит, этот рычаг опускает этот. Надо запомнить. Поднимать их нельзя, их только можно опускать, так что надо. Этот рычаг поднимает какой-то рычаг. Да, этот рычаг поднимает соседний. Соседний поднимает, по-моему, ещё два других по бокам, или... Да, два других по бокам. А этот рычаг опускает за собой вот тот, по-моему, так что... Нет, он поднимает соседний. Этот рычаг, по-моему, опускает... Нет, он другой влияет, на который слева. да опять тебя опять 25 сейчас опять поднимутся те два это загадки за пределами его понимания знаете я просто я не знаю я играю сейчас 12 ночи и не совершенно не понимаешь что происходит попробуем заново должно искать победная комбинация просто в этом уверен пожалуйста пусть сейчас запустят нужный мне рычаг ну почти мы движемся к этому теперь поднимается только один рычаг мне кажется я уже близок снова ну попробуем вот крайне опустите крайне по моему опускает вот те два я просто путаю все время пожалуйста и ну као его что они не могут просто мне помочь просто чтобы сделать так что пусть и опустились а то нет это рычагов давайте дернем этот хорошо поднялись остальные три рычага по моему этот рычажок опускает другие два этот поднимает еще два рычага или один а нет он только вот этот один поднимает черт это надолго в общем нужно сделать так что все три рычага стояли и дернуть за этот не спрашивайте как я поэтому знал ребят вам не нужно знать вот и откроется просто все давай мышка побежим мистер маус это микки маус по моему это не микки маус одна из разновидностей потому что микки маус убить их столько много ребята разных и было и есть и будет наверно еще друг мой спустись сюда низкорослик хоббит я не пытаюсь его оскорбить я пытаюсь найти ему правильное наименование а че давайте мы сами перекатились ребят и я чемпион а я на самом деле просто хотел поменять личину ну отойди ты от этой дыры пожалуйста все готово и как всегда возняс зацепив противоположный край лебедкой получилось на этот раз быстрее чем раньше вау что закрыто вот мы куда то прошли ребята и у нас так как была контрольная точка мы придем и прошли именно сюда куда пройти было надо вот все и здесь уже маленькие шестеренки где их взять а вот где знаете у него голка вот он пищит у него такой нежный голос а когда он начинает говорить оказывается что это довольно таки брутальная мышь а еще он похож на кота в сапогах только мышь в сапогах со шпагой у него нет сапогов но он похож на мышь сапога невидимое препятствие нет вот она вот почему я не видел о понятно мы должны для мышки выдумать платформы это много объясняет нет ведь по деревянному колесу по хайди вот тут сколько там было на сунуке не встал 9 ключей это много нет 66 нормально а уже можно мышку брать давай мышка ты сможешь чё ты опять я не знаю эти просто эти обозначения мне не нравится если бы мне кажется намного было бы лучше если бы обозначалась именно реальными кнопками они вот такими обозначениями все отлично перо очень круто смотрится одета через ухо я не обращал внимание на это мышь единственное что она довольно слабая она легко убивает солдата не может носить шестеренки шестеренки покрутим мертальная мышь я понимаю надо перебить эти свиней ребят слышите свинки свиньи мы не мы не накрутили еще подписчиков ребят крутим подписчиков 2 миллиона 3 миллиона о я обогнал ивангая все я круче ивангая 10 миллиардов подписчиков накручены видите а теперь они просто сами уже крутятся со само набирается количество подписчиков ладно ребят нельзя чтобы они закрыли зачем они читают привычку уже начинается читать ключик у нас ручку кстати хватает мы можем много садиков от встречается крайне много это раньше в игре их встречался не очень а теперь просто тонна ключей это надо вооружить наших богатырей все у меня мощные бородатые богатыри меня ждали я знаю я знаю что юбе я извиня не помню твой ник полностью юбе что-то там мне говорил что финальная миссия самая-самая лучшая и самая запомнившиеся я очень-очень так сказать жду ее я вижу только сути кто сказал кого брать кто кого сейчас должен был взять трус как же не шагу назад сталинград нет ладно у нас есть один кентавр он за целую армию будет ребята как вам идея быть кентавром кто из вас хотел быть вот таким кентавром и скакать как лошадь я нет меня устраивают обычные человеческие ноги пожалуйста можно без пошлых приколов на эту тему хотя как хотите просто тут есть почва прекрасно для пошлых приколов а новый новый друг друг так называемый правильно от великана надо бежать вот седлаем озвучки нет я сам озвучу другое и разбросают разбей противника у меня мощная кувалда я пробую разные стили почему они не все обозначены на карте как красные то есть нужно только бить красных или или в чем суть или красные это те кто дерутся именно со мной да я должен согласиться посмотрите на крутость и огромное количество юнитов в кадре а мне тебя что думает сломайте дверь казармы сломайте дверь казармы я уже должен был дважды сломать дверь казармы хорошо я иду ломать дверь казармы как я понимаю оно должно быть здесь так как здесь стоят самые мощные рыцари иначе они не стоят иначе не стоят л да да почти о готово дубинку по моему посеял нет она тут стоит ладно идем к следующему кодовое нефигасе сколько вы берег схватил ребят это уже очень плохо надо прорваться на башню лученький беззащитный перебьем быстро защитный сундук я тебя открою джиме ребят уже тайна все мечтаете чтобы я открывал беззащитные сундучки уходят новые не ребят вы там же там оставайтесь не надо из казарма выходить я у казармы иду у меня кто до тех пор держит на привязи получает велика она очень не любит когда их водят на веревочке я же не домашний живот а знаете я бы очень хотел выгуливать кт на веревочке это прикольно я причем если кт немножко надрессировать мне кажется кт даже против не будет что выгуливать на веревочке потому что например у моей бабушки есть код и она его вообще не выгуливает не а бастик это вообще самостоятельно код он сам ходит и ему не нужна веревочка самостоятельно у него две ноги и две руки имеются так что ему в принципе помощь не нужна а давай пи давай питер оседлай один завод как так ну как так нас на шестером не могли завалить а тут один чувак это нереалистично это как я понимаю есть мираз преследуйте мираза если вверх веревка здесь не просто так я помню вот как мы один знакомый артур так делал он просто лазил он просто бывал исследовал пустые комнаты когда я ему говорил что комната пустая он говорил нет а для чего тут она должна быть я так хотел бы сказать но знаешь иногда разработчики вставляют комнатки просто так по приколу а не потому что на то есть какая то очень очень важная причина пока он не очухался как всегда сейчас будет куча проблем с этой этим крюком а нет нет случилось по моему а на товар защищай я я тупо дерусь знаете это героическое мне кажется или музыка в один в один один в один как в назад в будущее вот сейчас практически одно и то же а нет мотив другой или не я не уверен то ли мотив тот же звуки разные то ли наоборот не могу понять ребят но что-то определенно есть а большой фанат назад будущее смотрел все фильмы по много раз я знаю даже недавно делали какой-то не то что недавно год назад я знаю выходил какой-то трейлер четвертого назад в будущее ну как это помню нереальный трейлер поддельный просто фанатский фанатский трейлер выходил и в принципе приятно что фанаты даже после стольких лет до сих пор делают что-то такое я кстати играл в игру от telltale games назад в будущее офигенная игра и я считаю достойные фильмы она кстати озвучена на русском я тоже буду проходить ее на канале наверное даже после парка юрского периода и там я уже не буду зачитывать текст потому что там есть русская озвучка причем очень хорошие оригинальные голоса марте озвучен тем же чуваком который его в новые русской озвучки озвучивают до и доктор тоже озвучен тем же тем же актером это конечно на атмосфере сказывается очень 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 сильно где находится шестерня не шестерня вот крутилка это где она находится здесь не на то что сверкает да она здесь только я не вижу вот я так и знал что я подумал по веревке то мы ее не донесем значит должна быть где-то здесь а я все я уже по-моему не так сделаю забыть заново накрутить вот этот момент музыки прям точь-в-точь ребята вот она лесенка нет-нет-нет барашек не сюда спасибо корнелиусу из конюшки погнали слава корнелиусу придворному магу или алхимику извиняюсь придворному алхимику надо как-то получить деталь но скорее всего нужно что-то обойти чтобы ее получить посмотри посмотреть хорошо походу я смотрю все таки не тем персоном я не знаю зачем он говорил посмотреть он сам может все сделать вот бум таран таран корнелиус я пришел спасти тебя теперь уклоняемся пока он бьет и это а это он тяжелая задача кстати и пока он довольно глупо ничего не делать стоит и просто смотрят все мы спасли корнелиуса спасибо а я не знал давайте искать лошадей и выбираться спасибо за помощь дальше я сам ну вот руки снова слушаются меня и я смогу усыпить стражу у конюшни если мы не будем шуметь это даст нам некоторое преимущество что же ребят конечно все очень интересно и меня тоже видите лошади с правой конюшни и с левой мы этим займемся но в следующей серии спасибо вам за просмотр ребята вы все самые лучшие до следующей серии если вам очень понравилось вы можете даже поставить лайк и подписаться на канал спасибо и до следующей серии пока